Друзья, всем большой привет! Вы на канале Дача с Виталием Декабрёвым. И у меня хорошая для вас новость. В гостях у меня Василий Иванович Блокин-Мечталин. А это значит, будет интересный сюжет. Всем привет, дорогие друзья! Я действительно рад быть в гостях у Виталия. У него всегда очень гостеприимно. И сегодня мы с Виталием поговорим совершенно верно об угруцах. Ведь сейчас самое время заняться пассивом. И поговорим мы о классике, я так полагаю, и о новиночках этого сезона. Да, как о новиночках, так и о классике. Классика, конечно, это Гоша, Платоша, Бинго и замечательный гибрид Лихач. Почему классика? Потому что гибриды уже известные, и они очень неприхотливые, стрессоустойчивые, теневыносливые. Это очень важно. При выборе семян огурцов обязательно обращайте внимание на стрессоустойчивость, на устойчивость к заболеваниям. И если вы, допустим, выращиваете где-то от соснового бару, а у вас дача находится, есть проблема с солнцем. Солнца может не хватать, поэтому огурец стоит выбирать, конечно же, теневыносливые. Например, Платоша и Гоша – это одни из самых теневыносливых гибридов огурца, апартенокорпических. Им плюс ко всему не нужны опылители. Огурцы не нуждаются в опылении. И, разумеется, вот, Виталий, вы говорите о новинках. Да, огурчик, который назван в честь Марины Рыкалиной, называется Маринин. И какой-то он действительно удивительный, насколько я слышал. Чем он эксклюзивен, так скажем? Да, действительно, огурец уникален, эксклюзивен. Эксклюзивен тем, что он назван в честь Марины. В честь Марины мы никогда не назовем плохой огурец, да и в целом, в линейке агрофилмы... Да она бы и не позволила, да? На всякий случай. Да, она бы не позволила, я согласен. Огурец интересен тем, что он гладкий. Я обратил внимание, предпочтение женского пола почему-то сажать гладкие огурцы. Мужчины все-таки выбирают такие крупношипые огурцы, часто бугорчатые, а девушки предпочитают гладкие. И Марины, конечно же, Рыкально не исключение. Я знал об этом, и наш селекционер постарался. И ему потребовалось в районе 5 лет для того, чтобы вывести этот гибрид огурца. Уникален он тем, что он имеет пучковую зависть. Причем гладкий огурец не всегда имеет такую пучковую зависть, что в пазухе может образовываться более 3, 4 и даже 5 огурцов. Вот здесь, да, Марины, 5 зеленцов. Так это оригинальная фотография. Здесь рука на пакете Елены Алексеевны. Это наш руководитель отдела маркетинга, руководитель демонстрационной площадки. И этот огурец действительно очень хорош своей урожайностью и раннеспелостью. Уже через 43 дня вы будете получать первые зеленцы. И зеленцы самые интересные, довольно-таки длинные, в районе 14 сантиметров. Отличные вкусовые качества и неприхотливость выращивания. Поэтому Маринин – это новинка, на мой взгляд, достойная, чтобы попробовать вырастить у себя как в теплице, так и в открытом грунте. Виталий, у вас классные грядки на улице. Мне они действительно очень нравятся. Деревянненькие такие, вот они складненькие, хорошенькие. У меня есть еще парник с белым нетканным материалом. Класс, видел, да. Для огурцов это вообще идеально. Причем в этом сезоне я поставлю второй такой парник. Чудо-теплица он называется. И буду выращивать там огурцы второго оборота. То есть будет такой непрерывный конвейер для того, чтобы, ну, наверное, меньше морочиться, да? Чтобы меньше было подкормок. Чтобы огурцы были всегда приличные, красивые. Потому что для нас это тоже очень важно, чтобы все было эстетично. Для тех, кто не знает о чудо-теплице, каратенчика расскажу, почему огурцам в ней максимально комфортно. Огурцы предпочитают рассеянный свет. Чехол из плотного белого нетканого материала это обеспечивает. Он отлично удерживает тепло весной, не происходит резких перепадов температуры, как в открытом грунте. Летом под белым материалом растениям не так жарко, как, например, в поликарбонатной теплице. Каркас из прочных металлических оцинкованных профилей собирается в теплицу очень легко. К ребрам каркаса крепятся Г-образные ножки, которые прикапываются в землю. Если все сделать по инструкции, этот парник надежно выстоит даже при сильных ветрах. Двери парника широкие, на крепких замках. Мой парник я установил на толстые доски. Мне так удобнее. Высота парника 1,80 м, ширина 1,65 м, длина 4,15 м. И есть вариант парника длиной 2 метра. С удовольствием, друзья, делюсь своей скидкой в 7%. При покупке на сайте чудотеплица.рф вводите промокод ДЕКОБРЕВ, две буквы Е. Доставка бесплатная транспортными компаниями ПЭК, Энергия и КИД до ближайшего к вам пункта выдачи. Ссылку на сайт и телефон оставлю в описании к видео. А мне вообще нравится идея второго оборота. Не только тепличные хозяйства выгоняют во второй оборот. Но вот Виталий преподнес отличную идею для дачников, для овощеводов. Я вам тоже так рекомендую делать. Можно сейчас сеять огурец на рассаду. И уже через 25-30 дней эта рассада пойдет вот в такие парники. Потому что грунт уже прогреется. А вы должны знать, что до 15 градусов грунт должен прогреться. Только тогда огурец требуется высаживать в грунт. До этого, конечно, лучше его держать в рассаде. То есть идеальный возраст рассады огурцов 25 дней. Прибавляем на всходы. Ну, соответственно, в парник он у меня пойдет в середине мая. Значит, в середине апреля будем сеять огурчики на рассаду. Да и, кстати, другие тыквенные культуры. Ну, чуть попозже на недельку. Еще что хотел сказать. Вот про классические, как я их называю, огурчики. На наших каналах есть сюжет, где мы как раз с Еленой Алексеевной, агрономом агрофирмы-партнер, дегустируем вот всю вот эту красоту и великолепие. Посмотрите, потому что действительно очень интересный, такой вкусный сюжет получился. Для того, чтобы сориентироваться, что сеять, сажать в следующем сезоне. Да, но это будет отличное, я считаю, видео. Почему? Потому что вы, по крайней мере, увидите результат не на картинке, а в живую, как оно есть. Это очень важно. Ну и опять же, огурец не забывайте, пожалуйста, формировать. Я вам рекомендую наши огурцы, огурцы от агрофирмы-партнер, выращивать строго по шпалере. Формируйте растение в один стебель и удаляйте боковые побеги. Если у вас теплица позволяет высоту, гоните высоту. Если не позволяет, пожалуйста, выращивайте с приспушением. Вы собрали огурчики, а потом аккуратненько шпалеру опускаете и кольцом стебель закручиваете. Огурец по шпалере опускается, и вы опять можете собирать огурцы. Очень удобно. Огурчики ровненькие, все становятся выровненные. Нету бачка у огурцов, они не лежат на земле, нету никаких заболеваний. Отлично проветриваем. И чтобы стебель как раз вот этими кольцами не лежал на земле, лучше всего, конечно, почву мульчировать. Например, белым нетканым материалом, можно соломой. Да, в общем, все, что найдете под рукой. Мульчируете, это как раз и влагу сохраняет, создается такой микроклимат, питание. В общем, будем обо всем рассказывать на наших каналах. Теперь уже, наверное, подписывайтесь в Одноклассниках, ищите нас в ВКонтакте. Наверное, выйдет еще какая-нибудь новая социальная сеть, там обязательно будем. В Яндекс.Дзене. В общем, везде. Скоро на экранах. Меграфирма-партнер. Василий Иванович Блокин-Вечталь. И, конечно же, Виталий Декабрев. Пожалуйста, поддержите Виталия канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Я уверен, что Виталий с удовольствием вам ответит. А если он не ответит, я со своего канала обязательно отвечу. Да, да, да. Спасибо вам большое, что привезли мне огурчик Маринин, потому что она мне сажала. Неделится, неделится. Да, да, я свидетель этого разговора Виталия. Ну ничего, у вас теперь целых 10 семян. И вы можете получать 14-17 килограмм с трех растений на квадратный метр гладких огурцов пучкового типа. Вот как раз хватит на все лето. Сажайте, пожалуйста, на один квадратный метр до трех растений. Не жадничайте. Ладно.